Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Клиентом нашей дорогой Дороти и потерял свою дочурку, так что его довольно хамский характер, можно даже немножко перетерпеть, честно, я его даже после этого немножко жалко стало, все-таки не каждому такое приходится осиливать. Ну что ж, давайте вперед! Ну и, кстати, в предыдущей серии у нас был милый диалог с Джейми, товарищем нашего Джилла, товарища, ну, такая киллера того нашего доброго, интеллигентного киллера-убийцы. И мы помогли немножко нашей подруге Сей разобраться в себе и поскорее сообщить своей подруге о том, что она в порядке. Имя этой подруги я забыл, так что забыли. Так, кровосток. Ну, держи. Так, давай я тебе большой прям сучу, я сучу тебе большой кровосток. Сучим ему большой кровосток. Кровосток прям в лицо. Держи. И взболтать. Так, кажется, так. Ой, а зачем? А, это кнопка. Ой, я забыл, что тут иногда есть такие вещи, как кнопки, которые помогают быстро довалять все, что нужно. Так. Ну, вперед. Посмотрим, что дальше будет. Так, ну, кровосток, держи. Держите. На вкус, как кетчуп, который готовила моя мама. Разбавленный, искусственный и мерзкий. Так, где вы работаете, мистер Инграм? У меня нет конкретной должности, но есть, короче, такая, м, сеть инженеров, которым нужны ассистенты. Я понятия не имею, что они там делают, но я могу выполнять указания, а большего им и не нужно. В последнее время я и в каких, я и какая-то девка Силия, ее зовут вроде, работаем над экспериментальными силовыми костюмами. Мне надо работать раз в день, проводить техобслуживание только и всего. А что это за сеть такая? Да куча яйцеголовых, которым вместо... вместо... вместе что-то там делают. Ну и кого-то из них, видимо, посоветовал меня. Кто-то из них посоветовал меня. Я не задаю лишних вопросов и быстро учусь делать то, что им нужно. Хм, звучит неплохо. Но тягомотина порой страшная. Чего это ты так на меня смотришь? Просто вы сегодня чуть радостнее, чем были в прошлый раз. У нас всех бывают хорошие дни и плохие. Так уж получилось, что этот день не настолько плохой. К тому же сейчас все сидят по домам и дрожат от страха. Дороги свободны, никаких тебе пробок. Это всегда плюс. Наверное. Но этот день, кстати, едва не стал плохим. И все из-за малолетних засранцев, которых я встретил по пути сюда. Что они сделали? Важно не то, что они сделали, а что они сказали. Они говорили, что надо просто завалиться в главный офис Цайбацу и подорвать его к чертовой матери. Эти молокососы думают, что надо просто убить короля, когда речь заходит о Цайбацовской корпорации. Даже если снести их головное здание... Головное здание... Руководство компании все равно уцелеет. Убьешь их атамана, и его обязанности перейдут в следующему. Жаполизу в очереди. Черт, готов поспорить, они там и так думают. Как бы друг друга переубивайте ради должности повыше. Ну, кстати говоря, это правда. Эти корпорации, это реально как гидры. Кстати говоря, почему я не знаю, они все киборги? У него, кстати, опять, опять, смотрите, заклепки, и это я чуть не замечал. Они все как будто киборги какие-то, либо мне кажется. Как будто они реально роботы. Ну, ладно. Ну, тут я согласен. Эти корпорации, это еще те застранцы, которые чаще всего очень часто выплывают. Но я имею в виду вот такие вот подобные корпорации, как Цайбацу, военные и другие. Собаки, которые чаще всего зарабатывают бабосы на вот таких ужасных вещах, как война. И подобные. Ну, не считая, конечно, опять-таки, есть хороший вид. Например, корпорации именно в кино, которые, конечно, вкладывают душу. И так далее. Тут вот такая вот сильная противоречия. Хоть я и недолюбливаю, как вы знаете, все от спецки капитализма. Но все-таки, как говорится, в этой куче неприятных вещей есть хоть какие-то самородки, от которых прям хочется прям благоговеть. Детям показывают слишком много боевиков, где бунтари спасают весь мир, уничтожив злую корпорацию. Не заводитесь так сильно. Я не завожусь, просто терпеть не могу подростков. Ну, вот что интересно. Мы живем в такое время, когда большая корпорация может быть опаснее и могущественнее правительства. Я-то откуда знаю. Мне нас трать на политику. Удивил, блин. Так, налей-ка мне стакан санстары и постарайся не налажать на сей раз. Сейчас будет. На этот раз он хочет стакан санстары. Стакан санстары. Ну на. Стакан санстары каждого ингредиента. Держите. Да уж, правильно мне говорили. Да еще гадость. Зачем тогда заказывать? Мне не твое дело. Так, где красная комета? Мой босс? Она? Джилл, лунка к тебе хочет. Лунка, давай поиграем. Ну давай. Четкий Сиба. Ооо, красавец выполз. Кстати, давай, красиво смотритесь. Кстати, давайте, красиво смотрятся. На превьюшку пойдете. Давайте к нам на превьюшку. Все на превьюшку. Сейчас на превьюшку пойдете. Добро пожаловать. На превьюшечку. Добро пожаловать. Так, ладно, нормально. Все, погнали, даешь. Лунки плевать. Ой, клиент, добрый вечер. Простите за доставленные неудобства. У вас здесь собака и кот. Это кошка и она моя. Смотри, 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 смотри. Я тебе говорю, посмотри. Так. Это кошка и она моя. Ее зовут Лунка, а пес тут ошивается просто. Она хорошо расчесана. И у нее здоровая шерсть. Похоже, ты хорошо за ней следишь. Я вижу, вы разбираетесь в котах. Нет. Просто это очевидные вещи. Вы любите котов, мистер Инграм? Я не испытываю к ним отвращения. Но я и не люблю животных возле себя, когда я ем или пью. Так что, пойду я, пожалуй. Приходите к нам еще. Не рассчитывай на это. Вы так в прошлый раз говорили. Мои поздравления, ты спугнул клиента. Но Лунка так же, так же виновата, как и я. Да, на Лунку я люблю, моя малышка. Подожди, милашка, малышка, там малышка все-таки верно. А теперь иди, поиграйся с чем-нибудь или что ты там обычно делаешь. Будет сделано. О, ты вернулся. Как там сей? Так. Так, Кутабум, Кутабумерша подобрала ее. Я особенно ничего и не видел, но кажется, она была счастлива. Она была счастлива. Рада это слышать. Я что-то пропустил. Только Джейми и еще одного типа. Понятно. Ты выглядишь изможденной. Вчера ко мне приходили леди с тяжелым эмоциональным грузом на душе. Не имею ничего против, но я немного устала от работы с ними. Я даже в какой-то момент желала увидеть, как Дороти широко распахнет дверь бара. Так ты скучала по ней? Вроде того. Ну да ладно. Здоровый сон вернет все на свое место. Давай приберем здесь и пойдем по дому. О. О. Ошибки 0. Аналоги 30%. Оборот напитков 1740. Это если я практически не увеличивал дозу. Но нормально. За игру заработано. Но опять-таки у нас где-то в районе... Сколько это получается? Подожди, это тогда в районе получается 23320 долларов. 500... 500... Зарплат 522. Плюс 100 за... За чаевые это премия. За безупречную работу 500 еще плюс. И... Играть с твоей кошкой было весело. 300 рублей. Всего заполучено... 2422 рубля. Всего на счету... Ну неплохо. 9000 еще на счету. Счет за электричество будет выставлен вам 24 декабря. Пожалуйста убедитесь, что к этому дню у вас на счету будет необходимые 8000. Ептить. Худжил заканчивается пиво в холодильнике. Полные пополнения запасов, а может ей скандинцентрироваться на работе. Чахутки. Ой, ладно. Так. Лунка. Лунка опять после тебя тут сплошная шерсть. После тебя в душе столько же. Отличный ответ Лунка. Хотя это она особо себе отвечает. Ну ладно. Так. Ей нужен пиво, да? Напор картриджей. Статуи ткаликс. Пиноплакат. Меграя елка. Игрушечные тюринги. Бумажный фонарик. Пиво на спасение. Хозяин магазина пытается бросить пить. Поэтому он продает пиво за гроши. Ну го. Так. Домой. Еще плюс. Блин. Тысячу. Мне кажется. Ладно. Все. Плевать на доброту. Я буду теперь увеличивать напитки. Потому что 8 тысяч. Это получается мы всех денег лишимся. Хотя честно говоря. И делать-то и нафиг нечего. Побольше есть. Ладно. Среда 21 декабря. Кстати говоря. Надо сохраниться. Сохранимся. Сохранимся. Ссаеванемся. 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 Дополненная правда. Погнали. Аргумент. Ай. Так. Футбол становится все менее. Футбол становится все менее популярен. Уступая место рестлингу. Лана Смит. Когда-то футбол был королем спортивных игр. Теперь же от его былого величия не осталось даже бледный тень. Да ну. Так ладно. Тихо что это нафиг. Во. Надо зачастить этих всех поубивать нафиг. Это. Чтоб открывалось. Включалось. Ну ладно. Так ладно. Возвращаемся. Потом уже. Я разберусь с компом. Это что-то немножко это самое. Не очень хорошо себя чувствует. Так. Кораборационные скандалы на последнем чемпионате мира. настолько осточертили фанатам. Что те начали предпочитать футболу рестлинг. Да. Получается. Театральную магию профессионального рестлинга. Из одного только Глиц-Сити на последний чемпионат GSF. GSFC. Приехало около 20 миллионов человек. Ёбки. Интересно смотреть шоу. Исход которого уже предрешен. Чем-то. Что пытается казаться честным спортом. Сказал один из фанатов на фастаху. В выходе с арены GSF. Да и вообще какой смысл в том, чтобы мячик по полю катать? Но мне нравится футбол. И поэтому тебя кастрировали. Ясно. Квинси. Мне определенно, неопределенно нравится жареная курочка. Очень важно знать Квинси. Это что, такая редкость? Уверена, что под их видом продают жареных голубей. Лана Смит. В ходе нашего еженедельного интервью. Интервью премьер-министра Квинси. Поведал нам о своем пристрастии к довольно редкому деликатесу жареной курочке. Сириес ли? Ну хотя, блин, капитализм. Че я мог подумать? Это стандартное явление, блин. Это обычно, конечно, все приравнивают дефицит к капитализму. Точнее, к коммунизму. А сами даже не поймут, что по правде дефицит... Если в дефицит куда страшнее происходит именно при капитализме именно. Из-за постоянных кризисов. Ладно, что-то хватит. Плитота. Ведь эти, блин, в новости эти крайне политичны. Я знаю, как бестактно говорить, что мне нравится то, что большинство людей не в состоянии себе позволить. Но ничего не могу с собой поделать. Я ее просто обожаю. Кента готовит потрясающую курочку... Куриную грудку. Разок попробуешь и навсегда в нее влюбишься, заявил Квинси. Слово, Квинси также признался в своем желании запретить еду в быстрое приготовление. Хотя позже пояснил, что это была просто невинная шутка. Я бы не стал запрещать фастфуд. Ведь большинство горожан предпочитает его. Хоть я и сам его ненавижу. Запрещать бы не стал. Да. Так, Monster Girlfriend и Чирари стала самой продаваемой игрой всех времен. Хочешь эту игру? Все они мои игры тупые. По крайней мере новые. Ну ладно. Революция вайфу. Начавшаяся в 2010 году уже не просто невинная шутка. Лана Спин, кстати, опять. Небольшой... Невинная штука. Шутка. Необычный тренд вышел из-под контроля после стандартизации технологий виртуальной реальности, что позволило людям жить полной жизнью внутри своих компьютеров. Неудивительно, что в результате этого помешательство франшиза Monster Girlfriend стала коммерческим титаном с миллионами проданных копий в одном только Глич Сити. Эта игра вышла только в марте, а уже разошлась по миру тиражом 90 миллионов копий, установив тем самым рекорд, который еще очень не скоро будет побит. Наступила ли эпоха вайфу? Что ж, вот вам и ответ. Ну, кстати говоря, это ответ многим этим разработчикам, тех, кто создают мобильный гейминг. Так, люди не донатят именно тех, кто создают мобильный гейминг, чтобы донаты получать, огромные деньги получать с донатов постоянных в такие игры. Люди не покупают всякие скины и всякую хрень, они покупают вайфу. Да, я уже немножко подлез в это все, в это в анимешную всю эту фигню, из-за этого я уже официально могу использовать подобное. Купишь себе, смотря какие игры на нее есть. Эм, Товер, Товеншипс, 64. Кайп! На ней буквально нет игр. А вы тоже устали от всей этой темы с Monster Girl? Нет, 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 ноут. Я женюсь на Monster Girl. Я просто хочу, чтобы в следующий раз в игре все-таки присутствовал геймплей. Зачем тебе геймплей в игре от Суккубан? КЗ, но там весь один лиз, одни лесбухи. И графомания проеблю. Есть Эдфа по железу. Скорее всего опять будет тормознутый кусок дерьма. Хотя, будто бы у них есть конкуренты. Да, думаю я просто завяжу с играми. В последнее время сплошный трешак. Сплошной трешак. Да, а помните времена, когда игры были реально хорошими, разработивали их с любовью и заботой. Я тоже не помню. Нижнее белье от Nanakamo. Бесполезная вещь, если не собираешься бегать ноги шом по улице. Ну или если у тебя нет парня. То есть это уже был. Еще есть осталось что-то? Атака на банк? Так, ну а че, мы будем это читать или нет? Тут интересно. А нет, это все уже фигня, которая уже была. От Nanakamo уже было. Ну ладно, значит все. Ну пошлите на работу. Че, на работу. И вот нам все равно нечего, а мне надо добить каким-то образом. Хотя бы, ну понимаете, хотя бы добить немного эту самую. Ой, извиняюсь. Нужно хотя бы чутка добить неделю. Контентом, ну ими. Точнее, добить именно 25 минут. Вечер добрый. О, Джилл, ты как раз вовремя. Да ладно, я же всегда последний прихожу. Так что из-за вас двоих мне всегда казалось, что я опаздываю. Если тебе от этого станет легче, милый песик сегодня придет не за... Придет заметно позже. Ну да, пес с ним, хе-хе. У тебя есть планы на это воскресенье? Смотреть глупые мега-рождественские передачи с килограммом мурлыкающей шерсти на коленях. А что? Да я тут подумала провести небольшую мега-рождественскую вечеринку у нас в баре. Ты в деле? Конечно, почему бы и нет? Отлично. Можешь пригласить любого знакомого посетителя. Чем больше народу, тем веселее. Акош, акошака ты сегодня не притащила? Обыски прекратились. Они нашли то, что искали. Или кого? Ага. Ага. Ну да ладно, пора за работу. Вам-то пора, это точно. Пошел вперед. Так, не он... А, вот. Погнали. Время подавать напитки и вершить судьбу. Добро пожаловать в Ольга... М. М. Я хочу... Хочу кисельные грезы. Могу ли я для начала увидеть ваш паспорт? У меня нет паспорта, потому что... Я мега-рождественский дух прошлых лет. Я буду последовать тебе вечность, если ты не нальешь мне кисельные грезы. Блин, ну это мило. Очень милый посетитель. Мне кажется, она заслуживает того, чтобы попасть на превьюшку. Знаешь, ты заслуживаешь этого. Добро пожаловать на превью. Я тебя на превью добавлю. Так, давайте вперед. А деньги у вас есть, чтобы заплатить за напитки госпожа дух? Ну я... Есть или нет? Нормальный такой кость, конечно, к нам причапал. Есть или нет? Дух. Ки- Ну и блин, я и Катя начал, чёрт. Есть или нет? Да, деньги есть. Девочка попросила кисельные грезы. Она правда думает, что я просто так налью ей спиртное? Я бы, конечно, хотел бы попробовать, знаете ли. Чисто ради прикола, но не буду. Но я налью ей безалкогольные. Без карматрина перемешать и выдержать. Без карматрина перемешать и выдержать. Без сольные грезы. Вот, держите. Ух ты! Мне их прям налили в баре. Ну и кого же ты вы тут собрались преследовать, мидс? Мега-рождественский дух прошлых лет. Преследовать? Ах да, я же призрак. Белая, она реально белая. Эээ, эээ, вон того парня. Да-да, его. Так, Джилл, и кого же ты из своих клерков, клерков ты оставил без мега-рождества, а? Джилл, прошу тебя. А было бы забавно, если бы он подыграл. Зануда. Прости, но я сегодня не в настроении кривляться перед ребенком. Паспорт или иное средство идентификации личности. Так, ну, через год я с радостью тебя обслужу. Но до тех пор, боюсь, тебе здесь не место. Но вы уже продали мне коктейль. Да, безалкогольный. Ты что, всерьез думала, что я налью тебе спиртное, да? Ну... Так что, вынуждена попросить тебя уйти? Нет, я не могу уйти. Я с таким трудом сюда попала. Ох ты ж. Ну хорошо, начнем сначала, мисс Норма. Как вы узнали мое имя? Эм... В паспорте твое... В паспорт твой заглянуло. Но ведь это мог быть поддельный паспорт. Не думаю, что ты настолько глупа, чтобы поддельный паспорт... Паспорт и не ставь. Чтобы... Глупа, чтобы подделать паспорт и не ставить себе хотя бы 18 лет в графе возраст. Ох... Вы очень проницательный, мисс Бармен. Норма, ты вроде бы хорошая девочка. Зачем идти в подобное место? Ну, я... Похоже, вы немного не в том настроении, мисс Бармен. Не, она всегда такая. Заглохни. Слушай, прости, если я обошлась с тобой грубо. Последние пару дней мне пришлось нелегко. А присутствие несовершеннолетнего только наводит воспоминания об одном инциденте. Инциденте? Ну... Так, милая леди, не меняйте тему. Зачем ты сюда пришла? У тебя-то как... А тебе-то какое дело? Я делаю, что хочу. Покуда это что-хочу не переходит границы закона, в таком случае любой может, должен и, скорее всего, остановит тебя. Я просто... Я просто хотела немного оторваться, понимаешь? Оторваться? Моя мама слишком много от меня ожидает. Я всегда побеждала только для того, чтобы ее не разочаровать. Но этого недостаточно. Недостаточно просто иметь хорошие оценки. Она еще захотела, чтобы я пошла на курсы подготовки к колледжу. А я уже устала. Устала постоянно исполнять ее прихоти. Поэтому ты потащилась в бар. Может, когда она учует от меня запах алкоголя, то оставит меня, наконец, в покое. Если я для нее недостаточно хороша, то лучше уж убить любые ростки надежды, которые у нее на меня есть. Кстати, забавно, ведь у меня есть подруга с такой же проблемой, как у тебя. Правда? Да, правда, в ее случае речь идет о том, чтобы остепениться и завести семью. Ух ты. Итак, позвольте-ка прояснить ситуацию. Ты пришла сюда, чтобы расстроить свою маму? Да. Тебя привлекает алкоголь? Вообще-то, по мне, это просто гадость. Тогда ты все делаешь неправильно. Ты о чем? Хочешь расстроить маму? Хотя бы, хотя бы делай это посредством того, что тебе нравится. Ну, например, записывать на танцы, записаться на танцы живота, поэт, потому что хочешь стать экзотической танцовщицей. А так ты ранишь ее чувства ради того, чтобы просто причинить ей боль. Зайдем с другой стороны. Что тебе по жизни нравится? Я... Я не знаю. Я так старалась быть во все первой, что совсем не было... Не было времени решить, чем я хочу заниматься. Так, может, стоит начать именно с этого? А? А? Что хорошего в том, чтобы делать что-то, просто чтобы сделать другому человеку больно? Если она расстроится по поводу того, что тебе нравится, у тебя появится хоть какой-то вес в споре. А ты пытаешься на нее повлиять, делая что-то, что тебе не нравится. Еще и сама страдаешь при этом. Звучит глупо, не правда ли? Очень. Иди домой и разберись немного в себе перед тем, как расстраивать маму. Ладно. Ну или хотя бы угождая ей, пока не повзрослеешь и не съедешь. Да, вы правы. Спасибо, мисс Барман. Зови меня Джил. Джил? Хорошо. Береги себя. Ну, так-то ты перед ней покривлялась немного. Заткнись. Ой, какой милый песик. Приветики, девочка. Че-таки, сяба. Ох, мать. Джей и Джи, как дела ваши? Ты опоздал. Так, ладно, возвращается этот товарищ и мы на этом закончим. Надеюсь, вы остались довольны. Че-то так довольно интересно. Опять-таки, мы где-то в середине нашей смены остановились. Но все равно. Довольно милая ситуация, блин. Реально милая. Блин, надо будет, не знаю, я думаю, надо будет почитать побольше об этом персонаже именно. По поводу нормы. Потому что она мне просто интересна. Не знаю, это какой-то интересный персонаж. Мне он вот интересен. Ну ладно. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите комментарии. Предлагайте игры для прохождения. Пишите именно, как и со звуком. Все-все хорошо или плохо. Надо увеличить, уменьшить звук и так далее. Так я зато смогу понять, как вам приятнее. Вот. И не забывайте заглянуть в описание. Там будет ссылочка на мой дискрус. Ой, футы. Да. Кстати говоря, ссылочки больше не будет. Так что забудьте. Пока что. Так как мне YouTube собака ни за что, блин, непонятно за что отрубил нафиг все. Так что такие вот дела. Отрубил мне возможность ставить ссылки в описании. Так что да. Ладно. Ну и не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик. А то на наш канал подписано только где-то 55% человек. Вам этого ничего. Точнее смотрят наши ролики без подписки где-то 55% человек. Вам этого ничего не стоит. А мне приятно, мотивирует и... И вы будете о новых видео узнавать первыми. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok